всем привет добро пожаловать на мой канал ой арт-терапи сегодня мы будем рисовать вот такого вот интересного персонажа с таким вот клёвом такого стоящего смешного пингвинчика вот ну это набросочек то есть мы немножко модифицируем это вы увидите в дальнейшем как мы будем играть с этим придумывать своего персонажа базируясь на каких-то базовых набросочках потом вам понадобится акварельная бумага у меня это вот планшет склейки поэтому я в этот раз не буду использовать своего скотча для склеивания листов здесь всего 200 грамм на квадратный метр это стопроцентная целлюлоза мелкое зерно в принципе можете брать в склейки это она потом когда высыхает вполне себе хорошо выравнивается либо брать побольше бумагу 300 грамм на квадратный метр тоже отлично даже еще лучше а также я буду использовать в этом уроке вот такие вот такой вот набор белой ночи 21 цвет металлическом я уже снимала на него review если захотите можете посмотреть это потом подбор от елены базановой вот палитру я беру керамическую дополнительную она мне нравится больше чистого да конечно же ну и два типа кистей я взяла в этот раз вот эту вот меленькую до кисть то есть она пятерка шестерка классическая потом я взяла рублю вот такая вот покрупнее на шестерка но она видеть эти кисти немножко разные поэтому это шестерка и это семерка это толщин два раза почти да вот вы видите как выглядит вот и обязательно чтобы кисти были акварельные почему потому что у акварельных кистей они видите круглые круглые формы у них вот здесь вот когда вы окунаете собирается водичка и при этом очень острый хороший кончик если выжать допустим об салфетку воду лишнюю то у вас на кончике останется только нужном количестве краска это очень классно вот конечно же нам понадобится карандаш резинка или в моем случае это вот такая вот резинка мягкая и в этот раз нам понадобится линнеры вот я взяла кохинор 005 и 03 но вы можете взять принципе любого производителя на вас на ваш вкус какие вам нравятся главное чтобы они были водоустойчивы водостойки да почему потому что мы сначала будем делать набросок карандаше потом переводить линнер обводить точнее линнером и лишь потом добавлять цвет собственно из этого краска может поплыть ну собственно все значит мы можем приступать к уроку вот я тут набросала примерно что мы получим в конце да то есть главные такие компоненты вот этого чудесного необычного персонажа вот проработал у меня был вопрос я сначала думала кого сделать уточку какой клюв как будет выглядеть ну в результате решил что это будет пингвин и вот собственно проработала как будет клюв до вас выглядеть потом добавила вот эти вот бровки интересные потому что бровки получается у них это этот вот императорский пингвин вот у него такие вот бровки как вы знаете но мы не будем делать прям его настолько выразительно то есть него прямо такие вот бровки на там прямо такие но мы не будем такие делать может быть в какой-то момент и сделаем все равно у нас будет карандаш на набросок так что мы можем уже по ходу делали решить значит давайте вот карандашик значит возьмем и начнем набрасывать значит вот здесь вот будет во первых вертикально ставим не горизонтально вертикально у меня в этот раз листы и всклейки поэтому в принципе я не думаю не должна думать и переживать о заклеивании если у вас нет то обязательно заклейте вот значит вот это будет даже вот вот пониже вот так это верхняя граница но нижняя граница вот такая будет да вот и смотрите значит здесь вот такой вот будет того то это будет его голова она такая достаточно внушительно вот потом будет вот такого тела до нас получается как из мощно скважина почти до вот такой вот снизу будет того и здесь уже непосредственно будут будет тело я решила что она как он как бы в пальто но у него при этом смотрите торчит вот так вот тело дедит какой-то такой у них часто здесь рисунок продолжается вот и лапки вот так вот у них большие такие ласты да но я рисую опять-таки ничего такого прям похожего вот такие вот какие-то вот так вот так и вот так вот рисую да здесь правда мне совсем не получилось я с утру нарисую заново вот то есть вот так вот вот так вот я изначально формы неправильно начала рисовать и поэтому у меня получились такие странные ласты потому что когда ты начинаешь так рисовать вот она отсюда идет да как бы как треугольник по сути это ласта вписывается в треугольник поэтому вот я принципе мне не получилось получилось какая-то забегу ли но вот сейчас я это сделала то здесь вот у нас ласта будет здесь у нас такое какое-то такое будет просто темная то есть вот все ласта такая забавно вышла отлично потом смотрите это будет пальтишко да то есть вот давайте здесь вот нарисуем вот такой вот такими вот нахлёстами то у нас за такими вот нахлёстами будет шарф он такой достаточно большой здесь какой-то вот еще кусочек вода виднеется здесь будет у нас торчать и вот такими движениями да вот снизу как знаете вот эти вот как кисточки а есть такие вот они как скрученки вот такое будет вот потом вот такой делаем да вот такой получается полукруг и здесь вот смотрите но но вот здесь вот шарфик у нас заканчивается мы обозначим здесь и заканчивается вот вот это все будет вот эта шапка ушанка туда вот точнее не шапка ну как это такая вязаная шапка знаете с такой серьезная такой вязкой вязкой толстенькой вот вот мы сделаем поэтому когда сшиваются эти части они такие немножко выпирающие поэтому вот такие вот у нас вот теперь объем да мы передали вот она такой немножко вот здесь естественно я рисую так как это выдуманный персонаж рису вот такие глазки забавные а а уже вот здесь я рисую такой как бы треугольник да вот такой треугольник и здесь уже вписываю непосредственно клюв вот такого треугольничек я сделал вы немножко пузатыми здесь вот в такого да как форма даже немножко сердечко напоминает вот здесь треугольник мы помним и почему треугольник потому что здесь вот такая вот серединка которого такой очень напоминает клювик у них вот этих вот пингвинчиков клювик у как у кардиналы птицы по моему красные такие вот очень я просто рисовала как раз у них очень похож клюв клювик значит все сейчас у нас мы сделаем вот такие вот смотрите вот такие вот вот такие и вот такие да то есть мы делаем вот такие движения дугообразные потом в какой-то момент выравнивать и начинаем делать вот такие движения да то есть и вот таким вот образом вот у нас получит и при этом вот некоторые вот такие у нас будут да как бы выгнуты вот нам главное потом это не забыть все вести правильно значит здесь вот у нас шаров забавный но здесь я немножко сужу все-таки эту шапочку на как-то вот так вот будет такая вот забавная шапочка теперь мы рисуем как будто бы боб вот такой смотрите форму хоп и хоп вот мы нарисовали это вот будет рукавчик то то есть вот он и здесь вот такой вот вот он точнее вот такая вот как бы вот сюда вот вшит вот такой рукавчик вот даже интереснее смотрите то есть у нас надо сделать на одном уровне чтобы теперь следующий боб вот такой вот будет на 10 где-то там под шарфиком теряется вот так здесь шарфик как будто бы я рисую да и вот такое вот дело вот смотрите что я сделал вот мне пришло пришла идея в голову вот вот такую интересную сделать как кармашек да для рук очень интересно было бы вот классным будет выглядеть вот и здесь не просто знаете как у маленьких детей вот такие вот загигу ленки вот она вот там под шарфом вот здесь вот она вот собственно вот на такой вот как бы веревочки на вот на здесь здесь вот мне кажется более чуть чуть менее загнута вот так чуть 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 менее и вот здесь вот у нас не так прямо выразительно здесь мы вообще со стороны вот и у нас получится вот что-то в этом роде такой забавный здесь я сделал чуть чуть менее вот и здесь чуть более плоская но при этом надеюсь будет более широкого вот здесь вот вот у нас будет вот такой вот забавный пингвинчик и теперь надо доделать здесь мы уже до определились как мы будем здесь надо доделать пальтишко значит вот пальтишко вот так будет здесь были чуть длиннее здесь вот чуть короче и вот здесь вот то есть мы пропускаем пуговицу как будто бы пуговица как будто бы пуговица вот такая какая-то вот так пуговица и вот так все отсмотрите у нас забавно такой получился пингвинчик здесь мы стираем вообще в принципе да как бы нам уже не особо нужно может что нибудь не знаю что нибудь там наверно такие вот какие-то какие-нибудь такие вот там знаю юрты не знаю что-то нарисовать наверно как юрты вот вот что-то такое там какой-то кусочек здесь что-то там здесь тоже маленькая там отдали тоже какая-то маленькая юрта вот ну вот что-то вот наверное такое вот да вот вот как-то вот вот так наверное у нас будет что-то здесь мы сотрем линию горизонта которому вот планировали да все вот вот собственно такое но здесь такая небольшая будет тень вот он стоит как бы будет вот такая вот тень наверно хочется вперед но почему-то хочется вот при этом назад мне давайте сзади сделаем тень на такого вот такой вот дойдем тень не спереди зай вот 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 такой вот у нас будет пингвинчик достань осталось нам обвести это все ли у меня будет ли на такой тоненький тоненький 0 3 вот я нашла 0 5 у меня не работает а нет работает да вот такой линнер он непромыкаемый и я значит буду его сейчас обводить да вот здесь вот так вот то есть мы сейчас берем и все это обводим делаем глазки как всегда мы делаем зрачок это уже оживляет нашего пингвина так что мы уже будем с ним работать живым можно сказать так все такое там будет забавный шарфик да здесь вот такие вот я не до конца прорисовываю линии но там где у нас складочки я повторяю линии несколько раз чтобы получились тени вот отсюда уже вот такой вот загигулина 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 вот так наши под шарфиком тоже у нас да будет такая тенюшка вот отлично здесь у нас вот такая загигулина да идет вот сюда из под шарфа потом вот вот сделаю видите линнером лучше видно да что она похожа даже на провода телефона советского такого значит вот манишка вот я вспомнил манишка то называется вроде так вот так несет будет форма так здесь мы вот так введем потому что здесь будет тенежка так что спокойно можно здесь у нас какой-то стык тоже обводим до вот вот потом здесь у нас смотрите мы линию не забываем пальтишко наша вот здесь опять таки где пальтишко стыкуется смотрите несколько линии провожу что было видно что там же тень теперь вот здесь тоже провожу да здесь у нас под рукавами а вот и здесь чтобы был выразительно такой у нас шов так вот здесь вот у нас до пуговички пуговички вот такие вот сделаем вот так вниз теперь прорисовываем уже помним да что мы вот эту вот форму вводим результате вот вниз тоже риса смотрите здесь соединение небольшое здесь вот мы можем даже так заштриховать это не страшно потому что мы добавляем форму потом видите вот так я сделаю вот так чтобы было видно значит вот теперь вот это у нас соединиться вот так это же перепончатый все таки значит и вот вот так то так у нас соединиться вот и здесь у нас будет уже ниже и и мы тоже добавляем тени вот когда мы добавили тени смотрите вот этот низ да мы должны ввести вот мы будем и здесь тоже вот теперь пальтишко так пальтишко ну так обводим и вот здесь обводим все смотрите у нас получается такой классный паренек здесь потом вот это вот мы тоже здесь вот обводим почему потому что здесь шапочка она дает тень но такие вот видите будут вот такие штришки потом помните у нас здесь вот у клюва вот такая вот была штриховочка вот это позволяет дать понять что клюв здесь вот вот как бы тень да вот а вот вот здесь вот мы штриховочка покажем что она вот так двигается так смотрите надо попробовать значит вот шапочку него правде вот такие вот линии невзрачные вот так вот сделать как будто бы она вязана значит тут вот такие видите совсем вот такие линии невзрачные вот и вот такие вот я еще спущу вот вот видите это создает ощущение как будто вы там какая-то текстура но непонятно какая вот все мы сам образ нашего паренька закончили то можно взять потолще линнер но вы знаете мне больше нравится обводить вот этим линнером он красивее как то получается вот здесь еще обведем давайте вот здесь потом вот эту вот юрту нарисуем да но я подозреваю что это юрта может быть они как-то не называются юртами я не очень разбираюсь так как будто бы вот этот вот парень которого мы рисуем на самом деле никакой не никакой не пингвин животное он хозяин вот это вот юрты возможно он там живет семьей очень забавно вот там тоже видите какая-то юрта тоже вот такая тень вот это это все неважно это будут просто мелочи есть какой-то кусок снега здесь тоже здесь вот тоже какое-то что-то какой-то снег здесь тоже смотрите у нас какая-то юрта там где-то куда-то идет что-то вот здесь вот у нас будет такая вот тень все собственно вот мы так набросали и теперь осталось это все стереть давайте стирать и вытаскивается . я крючка буду стирать потому что эта бумага такая себе она прям очень изнеженная ее очень легко повредить поэтому я стираю клячкой ну как не знаю там клячка не клячка это мягкая резинка такая вот кохенор вот смотрите значит вот у нас если вы видите что здесь надо что-то подровнять например да явно вот сделать вот более выразительные такие вот у нас допустим до этого был карандаш он получается накладывался один и другой он казалось что достаточно четко потом вы стерли все и оказалось что совсем нечетко ну вот добавляйте вообще не проблем вот значит смотрите здесь так афелида идет эта тень такая вот все вот это вот вот такая вот рисочка это задумчивая такая вот рисочка так что у нас так здесь у нас будет потемнее все вот значит мы все стерли а значит здесь я не буду я подумал сначала линию горизонта сделать на подумал что я не хочу линию горизонта сделать давайте сделаем просто просто он стоит вот на снегу собственно и все вокруг вот такой вот снежный вот я возьму сейчас красочки и буду с ними работать значит сначала мне нужно смочить красочки вспомнить какие у меня цвета и попробовать поэкспериментировать да у меня есть вот такой голубенький смотрите цвет кстати достаточно хорошо можно прямо развивать а вот этот вот нет он голубоват его нужно потушить чем-то какими прекрасным например да вот таким вот видите чуть потушим красным будет да отлично можно можно значит это смотрите что мы смешиваем и такой бы кобальт синий и красный пурпурный красный и вот теперь я значит делаю вот такие движения да такие вот вот я под вот такие вот прям движения здесь где я обвела да у нас будут вот такие вот прямо вот вот так вот и какие-то вот такие вот вот здесь да обязательно там где он стоит конечно же тоже будет снег более темный мы хотели сделать тень можно прямо и сразу обозначить так постоянно проверяю что было видно вот такие вот у нас такие вот мазки у нас хаотично да вы подумайте хаотичный нет они такие потому что в принципе да снег блики и так далее ему потом это все размываем мы должны вот какой-то приседок какой-то такой вид более размытые до таком хаотичным немножко будет виде у нас это здесь у нас я добавлю вот так вот чуть-чуть потемнее здесь вот так вот так вот так вот так вот здесь вот у нас так получается да вот смотрите у нас достаточно интересно получается вот здесь я конечно же тень трогать не буду я ее прям выводить в 0 не буду вот здесь вот такие вот мазки пущу смотрите сколько краски я нанесла до чуть-чуть совсем и вот как я долго ее размазываю и это смотрите достаточно выразительный цвет получился у нас то есть вот как то вот такими вот такими вот хаотичными немножко мазочками у нас вот получилось что-то вот такое здесь я хочу немножко обозначить юрту бегу вам что-то такое бегу вам а мне кажется о американских племен вот а юрты наверное все таки вот у таких вот северных народов в общем аляска вот что-то такое вот значит смотрите у нас получился вот такой вот милый парень я предлагаю ему сделать все достаточно контрастно значит конечно же конечно же у нас он будет здесь вот черненький в конце мы его сделаем конечно же у него будут весьма такие красные какие-то красно-оранжевый наверное да красно-оранжевые у него будут ножки вот знаете по моему пурпурный вот он да 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 венецианский пурпурный вот венецианский пурпурный он отлично пойдет на шарф и на вот эти вот ласты вот давайте значит я подсушу это и тогда мы будем раскрашивать уже покрывать непосредственно нашего персонажа вот я заодно подумал каким цветом его раскрасить да и так смотрите у нас в принципе лист еще полностью не просох но у нас уже можно спокойно класть руку на него и не переживай значит я беру пурпурный цвет венецианский пурпурный вот и рисую им шарф на что я делаю я вот здесь с краев рисую интенсивно потом здесь вот не очень до посередине вот вот такими вот таким вот образом вот здесь вот опять таки да вот такой вот кусочек оставляю не так и я вот так вот в принципе вот не докрашиваю вот потом набираю прямо прямо венецианский пурпурный здесь вот провожу складочках да то есть вот здесь вот опять таки провожу вот здесь у нас складочка и так разбавляю здесь тоже такой закутышка и соответственно уже сам вот этот шарфик сюда идет здесь я тоже вот смотрите вот просто вот в таком вот хаотичном порядке не докрашу все вот такой вот у меня будет шарфик он будет таким все это уже однозначно теперь идеальнее конечно же всего у нас обычно как подбирается шарфик шапочка и манишка она одного цвета поэтому мы продолжаем работать дальше манишка я тоже соответственно делаю вот здесь вот таким вот таким вот таким вот недокрашенностью такой вот здесь вот снизу будет докрашена однозначно здесь вот такого тоже принципе ленивые линии вы такой вот будет цвет вот так все я даже не буду ничего дальше закрашивать потом тоже самое делаю с шапочкой но уже здесь вот так как эта сфера я буду здесь темнее делать здесь вот такие вот они докрашенность это нормально вот и соответственно здесь будут у меня есть докрашена потому что там будут еще потом брови вырисовываться последствия наверно здесь тоже докрашу так и вот это вот такие вот моменты вот будет не докрашена здесь хотя вы знаете а закрашу все и вот сделаю следующие смотрите что я буду делать я возьму кисточку чистую такой вот у меня шестерочка есть шестерочка возьму салфеточку сделал вот так вот вот так и пропитаю вот смотрите потом сделаю то же самое вот здесь пропитаю и то же самое сделаю вот здесь и пропитая только будьте внимательны не испортите рисунок теперь я вот здесь вот где не докрашена вот докрашу особенно вот идет в стыках там всегда темнее вот здесь конечно же вот вот такое вот вот у нас будет так потому что шапка эта шапка она ну не не бликует поэтому соответственно когда здесь смотрите я возьму у меня есть сажа цвет я вот здесь вот вот эту сажу добавлю то есть вот это вот тень от шапки очень такое разведенное на вот и теперь значит а совсем забыла клювик у нас есть клювик он такой совсем тоже рисуем маленькой уже кисточкой значит что мы делаем не так не закрашивал 10 центральную часть потом здесь тоже мы не будем закрашивать и здесь вот такой вот кусочек оставим вот такой вот у нас будет клювик все вот пока тут все мокро мы добавляем цвета какого-то на вот собственно все у нас клювик закрашены все теперь так как этот клювик все-таки не такой яркий я смотрите вот беру и аккуратненько так чисто смотрите видите у меня клювик уже почти и я просто не хочу их размешивать на палитре поэтому я вот таким образом взяла и вмешала немного цвет рыжий вот видите он у меня вот такой оттеняющий немножко посмотрите чуть-чуть оттеняющий другим цветом чтобы отличать то же самое я сделал с ластами но здесь я уже вот здесь вот эти вот части которые мы оставляли не штриховали вот это вот эти ласты у нас и будут как бы не закрашиваться и вот здесь вот желтенькая да на чистую кисточку не желтенькая рыженькая вот вот я здесь добавлю чтобы был такой необычный оттеночек вот у вас вот этих я могу даже вот так здесь мне тут не получилось не закрасить не страшно я же потом красным могу все не закрашивать смотрите лишнюю воду снимаем если вы видите что у вас явно получается много воды здесь много есть берете цвет вот вот так здесь у нас тень будет у нас здесь будет прям темная значит мы прям берем откровенные этот пигмент потом сюда вот еще так вот темного прям подсыпаем масло в огонь сажи сажи в красный цвет вот и вот здесь вот если вы видите что слишком интенсивно получилось можете чуть-чуть убрать цвет она вот как фактуры добавить очень интересно выглядит если вы вы хотите еще какой-то да там затемнение здесь вот я добавила в сажу пурпурный точнее в пурпурный сажу и вот у меня получился такой интересный цвет вот я смотрите такое буду вот такой вот элемент добавлять так здесь плохо видно да но как бы это тут в данном случае было не страшно потому что принципе все мы основное сделали смотрите теперь надо подумать какого же будет у него цвета вот это вот пальтишко я думаю сделать это пальтишко каким же цветом можно взять например синие ярко-голубой вот и добавить точно вот отличный будет такой вот цвет как цвет морской волны такой серовато синий вот мы прям закрашиваем здесь я прям закрашиваю полностью я потом когда она высохнет цвет немножко поблекнет если что добавлю другого значит вот смотрите вот у меня здесь бегут кошки туда-сюда поэтому какие-то могут быть странные звуки так смотрите здесь я вот так вот закрашу но не все буду закрашивать здесь вот оставлю вот так вот очень блекло вот здесь вот я вот манишка вот это вот не буду закрашивать вот эту вот линию да потом естественно пуговички не буду закрашивать здесь вот видите когда хорошая круглая кисточка прям сразу идет все как надо можно и тонкую линию получить и широкую сразу сколько надо сколько надо какие надо так вот такие вот интересные да то есть вот она у нас пальтишко здесь опять таки у нас вот ку плечик а будет чудесно и здесь так вот что-то за край за этот закрасила что-то нет вот потом я добавляю опять-таки интенсивного цвета то больше меньше получается чтобы было у нас водянистости цвете вот такая вот у нас будет вот там от плеча вот так вот такой тень рисую прям вот так и вот так здесь тоже у нас будет вот такая тень то вот это здесь вот это вот прямо закрашиваю хочется чтобы не такое было светло но прям очень высветлилась смотрите здесь тоже очень светло стало все надо до цвета добавить потому что прям получилось смотрите прям еле-еле вот здесь край не докрашу чтобы было понятно что это у нас линия там есть так видите я не набираю больше краски она тогда постепенно постепенно будет светлеть и вот эта половина она у меня будет вот такая вот теперь я дальше продолжаю затемнять фон пальто вот так все значит вот так здесь вот тоже затемнение пусть будет здесь у нас вот так вот вот так вот вот такой вот у нас получится пингвиненок здесь хочу вот так вот немножко пустить такого 2 дички чтобы была фактурка видите вот и она чтоб текло вот сюда вниз вот стекло вниз и здесь то же самое хочу сделать вот здесь я в принципе вот так вот рассредоточу это и оставлю видите мы оставили вот эти вот пустоты мы их оставим и вот теперь я соберу лишнюю она будет интересную фактуру давать так здесь вот это вот рукавчик с этим делать то же самое вот так вот так вот вот такой вот милый забавный паренек вот здесь смотрите теперь что я делаю я беру добавляю еще сажу и вот здесь вот рисую маленькую тень надеюсь вот прям такой вот видите вот видите и здесь делать то же самое вот это именно вот сажу сажу чтобы вот было теперь делаю то же самое вот здесь тень да то есть это пальтишко она тень дает здесь здесь побольше чтобы было видно что прям там тень ушка хорошая потом смотрите пуговички тоже дадут тень поэтому вокруг них тоже у нас будет прям темнее вокруг шарфика вот вокруг прям шарфика у нас будет такая хорошая тень ушка здесь мы вот эти вот загигулина сделаем такими вот черными я думал какими сделать нет сделать черными вот да вот здесь вот так есть какие то у нас будут узорчики узорчики поэтому делала такие вот штучки хорошо здесь тоже пусть будет какой-то узорчик такая как бочечка вот так вот так вот видите у нас как интересно сразу подрисовывается потом смотрите опять беру у меня здесь кисточка не сухая что вы понимали что у меня здесь не сухая кисточка и беру и вот здесь вот подвожу черненькая тоже опять таки на денежка здесь тоже вот это вот все как бы подрисовываю да вот так так как у нас шарфик там явно имеет такую структуру мы вот здесь подрисовываем да вот такой рисуночек так скажем полосочки да то есть нас уже это обозначено что там полосочки все отлично значит здесь вот я обозначу край потому что мне явно красочка потекла супер все и теперь давайте подумаем что мы будем делать мощечка его посмотрю-ка я как выглядит очень интересно за что этих прекрасных созданий мосечка оказывается черненькая так что я беру вас сажу и как будто бы вымазываю этих друзей вот значит да будет атаковать моська значит смотрите я вот здесь вот по краю делу потемнее вот пока она мокрая быстренько работу да и начиная растягивать этот цвет уже дальше и здесь конечно же ну то есть чтобы увидеть и вытира кисточку постоянно вот конечно же чтобы увидеть клювик и прочее у нас должно оно быть не совсем черным совсем черном и как бы ничего не увидим поэтому такой вот паренек у нас получается если надо еще добавить немножко сажа вот сюда вот так потом смотрите вот эти вот да вот эти вот штучки вот так обозначим потом когда она высохнет еще вот такие вот у нас движение забавные все это мы обозначили давайте посмотрим что у них внизу а внизу они кстати только вот кантик вот этот вот у них он это не у всех но я нарисую что я уже явно обозначил что здесь будет черно вот я вот так вот сделал смотрите да то есть чуть-чуть я делал опять таки черно и сразу же растягиваю да в чем растягивала так вот он у меня будет такой грязнее чем его собрать и на с другой стороны он же по дому делает а дела всякие вот запачкался мы же не рисуем точную копию точно как это скучно мы рисуем что-то интересное такое прям необычное вот собственно ну вот пока она все сохнет давайте нарисуем юрту юрту у нас какого цвета мы нарисуем да вот нужно какой-то оранжевый замешать вот с охрой да но охра такая себе но оранжевый сахар и в принципе нет красненьким да мне больше нравится ох раз красным вот вот таким вот каким-то вот образом даже нет он как-то юрта хочется коричневая здесь прям такого откровенного нет давайте вот коричневого вот этот синий вот с синий с вот этим вот венецианское красное у нас получился такой вот немножко коричневатый моего вот здесь вот так вот делаем более темным потому что помним что нам там да и в принципе она в стыках будет к более темное здесь у нас вообще прям будет темно даже прям темно здесь у нас будет светло вот и сейчас мы значит вот это вот вот так и рассредотачиваем вот вот такой вот у нас получается такая вот у нас юр . получается то же самое делаем с дальней юртой но там совсем слабенький можете цвет уже делать да то есть вот такой вот прям и снимать лишнее вот и здесь то же самое да но но как бы будет такое менее вот почему-то она почистом много красного осталось ну вот давайте вот так вот прям совсем уже не осталось этого такого до красного видите много осталось смеси ничего страшного пусть будет так здесь кстати тоже хочется добавить немножко тогда красного атого здесь вот смотрите я добавлю туда немножко вот этого желченького везет такой кого-то бы даже свет да какой-то он такой цвет пробивается вот и здесь естественно вот какой-нибудь желтый вот так вот здесь у нас надо размыть очень сильная граница получилась ну собственно вот она вот так пусть и будет все принципе нормально вполне осталось что опросталось просушить и сделать какие-нибудь яркие так давайте я сделал год яркую яркие пуговички они будут у нас бликовать так что я вот так вот кусочек не докрашу она смотрю что у меня не получилось кусочек не докрасить они настолько маленькие что как бы просто очень маханьки вот и здесь тоже что то такое здесь я дорисую да вот эту линию это вот это вот соединение все вот смотрите как он получилось здесь у нас я хочу добавить в такой желтый желтизны и вот грязь ну грязь такое ли что-то вот вот такое вот и теперь осталось только просушить и в принципе все можно ну можно конечно чуть-чуть вот еще с красным с красным смешали что-то такое вот потом синего добавить вот и получить вот такой вот какой-то тень да и здесь вот прям вот такой вот таким вот образом под юртой опустить тенюшку вот и под ним такой немножко тенюшку допустить вот можно в принципе на ну как бы лишним не будет вот так вот прям так вот и у нас будет вот такая тень я бы сказала даже не тени какой-то акцент такой вот такой шаг какой-то другой немножко был оттенок не только синие то можно прям совсем период переизбытка синего утомиться поэтому вот я что-то такое вот сделала вот и теперь я просушу и посмотрим в конечном итоге чтоб у нас получилось так теперь я возьму лина она уже линнер вот этот потолще который и начну обводить те вещи которые мне кажется что недостаточно хороши да то есть вот например вот эти вот хвостики у него вот это я обвожу так вот это вот вот это здесь вот тоже до шапочка то есть тоже беду вот это вот 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 такие вот здесь элемента да да в виду вот такие вот вот потом что клювик да в виду особенно снизу снизу прям да в виду и даже подведу как будто бы ну то есть там тенежка прям вот потом здесь вот у нас тут было перекрытие краски вот где перекрытие краски я вот так вот прям провожу теперь вот смотрите вот такие вот воздушные линии я пускаю чтобы вот был вот такой вот задел дату чтобы не сразу краска вот немножко линия потом краска это выглядит интересно очень вот здесь очень темненько так что не страшно вот здесь вот перекрытие были до манишка получилось пись перекрытиями вот вот так есть вот такие вот вот такую линию сделал неровно потому что действительно он же у нас там есть такие вот перышки да и как бы неровно так что все норму так вот так вот так вот здесь такой вот сделал как проемчик вот здесь вот так вот сделала здесь до виду да то есть опять таки вот здесь обозначу какие-то до акцентики выставлю вот акцент вот вот эти вот поднимающиеся стены вот и здесь вот здесь вот штриховочка но почти видите я как бы почти не делаю их вот здесь вот опять таки здесь вот штриховочку пущу здесь тоже штриховочка у нас не видно вот такую пущу здесь вот да у нас что-то какое-то какая-то была линия я ее опять-таки немножечко подчеркну и собственно все вот такой вот у нас получился рисунок вот такой вот я надеюсь видео вам понравилось обязательно ставьте палец вверх если это так пишите комментарии подписывайтесь на мой канал обозначайте колокольчик включайте себе что получаете оповещение о новых видео большое спасибо что были сегодня со мной мне всегда приятно с вами рисовать и конечно же желаю вам творческих успехов и отличного настроения пока пока пока